Видео компания Орешек Продакшн и Тати Корпорейшн представляет велотур, велоэкскурсию, велопрогулку с горишком по Виннице from Ukraine. Витаю и запрошу, и Орешка представляет. Экстремальная прогулка, 29 летопада, 2023 век, среда, минус 2 на градуснике, и вот посмотрите, какая курка льда, уже ледится, гололед, есть лед, але частичный, не везде. Из окна я его не увидел, хотя все равно я настроился на велосипед. И пока еще погода нам дает возможность прокатиться, промчаться, но не быстро и придерживая тормоз. Ну что, дорогие, поехали. И Центральный парк культуры и Витпочинку имени Леонтовича нас чекает. И хоккейный звустрич. Сегодня друга полуфинально, на пивфинально гра между командами «Спартак» Диадема. И онлайн-трансляция, давайте. Уже в записи она есть. Открывайте плейлисты, трансляции и все побачите. Ну что, с Богом, не спеша, потихоньку. Сейчас в Виннессе 19.39. Так, около этого и посмотрим, оценим. Еще разок, неизвестно. Нет снега в Виннессе? Будет ли еще экскурсия? Неизвестно. Но снега нет. Нет. Какие-то попытки легкие, чахлые, слабенькие были сегодня, опять же. Но легкие пушинки пролетали мимо и не задерживались. И вот, пожалуйста, земля. Ну, здесь уже ограниченная видимость. Не совсем заметный. Не видно. На. А это вот такой лед, уже такой корочка появляется. Был влажный асфальт. Ну, и такая вот поземка ледяная появилась. Минус 3, так по ощущениям я оцениваю. Ну, а когда ветер, то так на минус 5 тянет. Вот такая обстановка, температура сегодня в Виннессе. Ну, и до парка ехал спокойно, да, и внимательно, без видеосъемки. Очень рискованно. Вот сейчас, посмотрите, аж хрустит под колесами снег. И очень небеспечный. Особенно, когда с горки едешь. Ну, мы по нашему маршруту прокатимся. И там уже, ребят, я не вижу. Слава Памкина. Собачек двигает. Прокатимся, посмотрим. Ну, и основная новость. Основная новость, которая вчера поступила официна от департамента городского Виннесси. Елки новогодние в парке в этом году не будет. Не будет. Нет, в целях экономии, опять же, и сложного положения страны. Поэтому елки нет. Наверное, уже второй год, так. Или третий уже. Там вирус был. И вот так вот такая информация официйно поступила. И большинство граждан поддерживает эту информацию. Так, вот здесь сейчас опасно мне. Ой, боюсь здесь пролететь, просвистеть. Блин, хотел здесь. Не, наверное, я все-таки туда уже вниз сейчас не поеду. Так, стадион прийти в Петро Сарафинюк сегодня принимает участие. Так, что будет интересно. И игр остается уже немного. Ну, по прогнозам, все же снег, мороз где-то есть. Ну, такой небольшой, ебелки. Рубрика «Что нового в Виннице?» Есть у меня зритель, ну, пишет, чуть ли не требует, да, орешка. Новое, что-то в Виннице, что нового? О себе меньше, о спорте меньше, о всех меньше. Ну, невозможно. Так, Соломон Соломонович, так я по памяти. Новое в Виннице каждый день не появляется. Ну, возможно, так, к сожалению, хорошо, что и все есть. Еще и старое целое. Наше путешествие по тем же улицам. Если что-то новое, конечно, я с удовольствием всегда показываю. Это и музей аудио-видео здесь в парке, новое было. Это отдельные репортажи, вы же видите, да, смотрите. Это музей футбола также, который у стадиона также, посмотрите. Это новое. Какие-то постройки, здания, ну, что, магазины все те же, улицы те же. Тут даже в город-то выехать с Вишенки у нас всего три улицы. Это Хмельницкое шоссе, Пирогово и Келецкое. Ну, все то же самое. Поэтому, конечно, я ценю ваше мнение и желание своими зрителей всех. Но все же спорт, рыбалка, море, это также на первом месте. Ну, и не забывайте проект Орешка длиною в жизнь. В жизнь. На первом месте, конечно, Жизнь ее, бытие, настроение мое, кто вокруг меня, какие мысли, да, что интересного происходит. Конечно, это будет в первую очередь. Так что не переживайте, Савамонич. Я учитываю ваше мнение, так же все учитывается, записывается и работает над этим. Это возможность для меня, в том числе, пообщаться с вами. Потому что, ну, там хоккей, там рыбалка, тоже залиты, правильно. А тут люди все смотрят это и... Конечно, да. Я с удовольствием о вас бы, но я, к сожалению, вас еще не видел и не слышал. Вот про себя напишите, вот расскажите, как у вас идут дела, жизнь ее, бытие. Так, здесь, наверное, тоже будет опасно, я здесь тоже переживаю. Поэтому ценю, уважаю, да, ну и понимаете, меня так же, горишка. Винница, да, важно, ну и важно. Люди так же, ценность, все важно. Дружба и кто смотрит так же. Церк так же, дуже важлива. Так что с пониманием, благодарю вас за увагу. Будьте здоровы и счастливы. Так, безлюдный парк, ну, понятно, и прохладный, и будний день сегодня. Тут уже не будем так долго застаиваться, прокатимся дальше, да. Лучше покружим, а то стоять сейчас тоже. Движение есть машин, транспорт работает, интернет, телефон, связь. Просеет, все просеет. Но я даже, я поражаюсь и удивляюсь, ну, как в Киеве снег, в Киеве, ну, рядом. Ну, Днепро подальше снег. Здесь мне нравится заехать. Днепро чуть подальше. Ну, почти везде, ну, в Хмельницком, вот, кто, ребята, отзовитесь. Если, если там еще у вас уже есть снег, то я поражаюсь, как все вокруг Винницы прошли все снегопады, и они идут еще к нам. Ну, так, удивительно, правда. Обычно так одновременно, вместе, ну, день-два там. И у нас тоже снег. А в этом году так сложилось и случилось. Ну, еще до зимы у нас день остается. Первое декабря уже через день, да, вот считайте. И до Нового года уже остается чуть больше 30 дней. Вот так. Ну, мы сейчас прокатимся горку еще, посмотрим, оценим. Ну, и место, где обычно елку ставили новогоднюю. Так, здесь уже палатку убрали. Так, ну, и примерно на 15 хвылы. Так что уважаю, ценю. Ну, дворцов каких-то не строится новых, домов, да, спорта или концертных залов. Но тут же все, на мой взгляд, открыто, ясно и понятно. А что-то, если где-то появляется, конечно, я слежу, нос по ветру. Ну, мне тоже все интересно, что происходит. Что-то интересное, вот какие-то новости свежие. Я обовязково, Соломон, вас и других зрителей. Я знаю, есть горожане, которые не могут, не смогут приехать сюда. И друзья мои, родные, родственники, которые также слушают. Я в том числе и для них делаю в первую осень, в том числе. Поэтому тут и уважайте также моих друзей, товарищей, которые ждут новости, интересную информацию из горешков. Все, тут понятно, да, на эту тему. А то так писать там, что-то там отвечать. А так, вживую я стараюсь вам донести настроение горешков. И здесь когда-то была ковжинка, помните, штучная. И сейчас вот, и елка, вот, вживую бьют, у пацана, и гремит. Вообще, думал без съемки, ну, экстремально, действительно, экстремально. Уже не раз я летал. На скользкой дороге. Чуть-чуть притормозишь, и колесо уносит в сторону. Это тоже не обеспечено. Тоже. Температура держится днем, где-то, может, и плюсовая, около нуля. А уже ночью, вот, вечером уже где-то минус появляется. Все равно красиво, правда? Тут какие-то оханьки есть, появляются вечерние. Так, ну и прогноз сегодня на хоккей. Третьей игре быть. Так я заранее говорю, чтобы было понятно. Диадема сегодня первым ножом. Отступать некуда диадеме. И до двух побед будет третья дополнительная игра. Такой мой прогноз на сегодня. Будет интересно всем, правда? Посмотреть. В финале уже Маяк ждет своего соперника. Маяк виниться неоднократный чемпион мистера. Ох, какие... А, мы же еще галочку надо посмотреть. Повернули мы рано. Так что, вот такие новости пока на первой полосе. Так, ну и здесь все готово. Только в ожидании снега. А так смотрится ничего, да? Прикольно. Красиво. И зима постепенно, потихоньку подкрадывается. Вот еще 8-2 дней. Так, высоко вот там. Так что все по распорядку, на мой взгляд. Потихоньку замерзает и мерзает. Крыница сброй, Валерий Иванович передает привет. Показывает лыжный курорт Польши. Там снег, там красиво, там интересно. Вот еще есть. Велосипедист не я один. И я по дороге встретил также велогонщика. Служба доставки также работает, видится. Давайте здесь. Вот, освещение есть. Вот такие бугры, элитерные, конечно. Нужен обеспечный. Посмотрим на автобус, да? Спартака. И диадемы. Жартую снизно. Команды местные. Винницы. Внутри субъемничный транспорт есть. Так что все прибивают на своем постановке. Ну и слышно звон шайбы. Придолу сейчас полегче уже. Также порой ступался. Меньше холодильные установки. Будет работать. Не снег тут. Кирилл, Бойко, очищает. Есть такие бугры. Есть такие замыльские бугры. И стадион тогда подмерз. Запорошилась ленца. Видите, тут даже дороги не имеют. Не говоря, замкова пускают уже. Автобусы обычно там. Есть какой-то свет. Кухня застыла. Так, ну и что у нас здесь? Тут вообще опасно. Нет освещения. Ну что, вот такой получился репортаж на 15. Так что благодарю за внимание. С уважением, естественно, конечно, ценю ваше мнение. Что-то новое. Сразу отдельный репортаж. Так, все. Потихоньку общение. Настроение горишка. Проект длиной в жизнь. А вы думали, да? Хотел бы ваш проект. Видео посмотреть. Поделитесь. Как у вас получится. И сколько у меня будет силы, энергии. Столько мы и будем вместе. Ну и главное, чтобы все работало. Все сайты. И без нарушений горишка. Так, ну что. Мы прибыли на место. Сейчас я все-таки постараюсь еще сделать легкое селфи. Фуль момента. Будет видно меня, не видно. Но постараюсь. Так, ну вот такая вечерняя Винница. Вечерний парк. Холодный. Морозный уже. И на фоне ледового клуба. Еще игры планируются. Будут. Ну и там, возможно, какие-то турниры. Так же я на связи. Чуть-чуть заранее за день старайтесь. И горишка с вами. И с любовью та душой, як завжды, дорогие. Будьте мне здоровы и счастливы. Пробачает я, что с ней так. Я стараюсь, чтобы было все корректно, аккуратно и красиво. Пока-пока, чао-чао, до побачих. До встречи. До встречи.